Он как на пальму на меня залазит. Чей рот. Пасносим, на зле какая красота! А тут распродажа. Ура! Посылочки! Целуй мать! Мать целую, сказала! Видите ли, типа... Не знаю, может она мне плюнет в этот блин, если она там работает. Ну вообще это не дело, вообще. Руки бы им поотрывало бы. Час! Господи! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свея. И сегодня у нас очередной влог. Мы уже сходили на массаж. Сейчас я маленького своего отдаю маме на попечение. А сама буду делать дела. Хочу снять ресницы. Сегодня надо сходить в солярий. Еще у меня по списку есть некоторые дела. Малому надо что-то купить, потому что завтра мы собираемся в бассейн. Я хочу ему памперсы купить. Плавательные. Потом кепочку хочу купить на районе. И еще я голодная, как всегда. Надеюсь, у мамы есть что-нибудь вкусненькое. Пойдемте к маме. И оставайтесь сегодня со мной. Спешу, спешу похвастаться. Смотрите, что моя мама сделала. Ах, кабачки, котлетки. Картошечка молодая. Простите, девчонки. Но я не могла не порадоваться с вами. Похвастаться, да, похвастаться. Сына. Ой, в общем, по классике жанр. Я поела. Спасибо маме. По классике жанра, как всегда у всех родителей или бабушек. У нас теперь мама-бабушка. Компотик. Сына, почему, как только я начинаю снимать, ты начинаешь лазить там, где обязательно ты либо упадешь, либо ударишься? Ты где? Да. Подожди, мама говорит. Я хотела сказать... Он как на пальму на меня залазит. Я хотела сказать, что, знаете, бывает, хочешь кушать, и вот ты ешь что-нибудь, и вот думаешь, ну, не то. Вот как бы не насыщается организм, вкусовые рецепторы, не чувствую то, что ты вот прям хочешь, когда голодная. Вот у меня бывает, я голодная, и я прям знаю, что я хочу. Именно вот сколько соли должно быть, да, какие вкусы должны быть, кисло-сладкие или ещё что-нибудь. Вот, а бывает так, что ты хочешь есть, но у тебя не получается есть то, что ты хочешь, да, и как бы диссонанс такой лёгкий получается. Ты вроде голодный, ты вроде ешь, забиваешь желудок, но удовольствия никакого. А сейчас я получила истинное удовольствие, потому что я хотела есть, и я хотела есть именно что-то такое вкусненькое. Котлетка, соли, сколько нужно, молодая картошечка, кабачок, вот, и запить компотиком. Все замерли, пока мама пьёт. В общем, я получила экстаз. А всё благодаря мамочке. Деня, 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 Деня. Чей рот? Чей рот? Не подлезь туда. Чей рот? Не поднять это что-то. Ехала, искала, думаю, где мне снять ресницы, зашла сейчас, ну, у них нет мастера, кто наращивает ресницы. Я говорю, мне надо снять, где-нибудь в Александровке есть это? А она говорит, ну, вы сами можете снять это всё маслом. Так, говорит, нет ничего необычного в составе. Нанесли маслице и очень аккуратненько вот так вот сняли маслицем. Я не знала, так что будем дома пробовать. Спасибо ей. А мы с вами поехали дальше. В общем, долго думала, да, догадала. В итоге я решила в ТЦ поехать, потому что вот на улице жара, вот, ну, вот, реально. В тени 35-36. У меня градусник в тени находится. Короче, я подумала, что будет классно вот сейчас, вот, с кондиционера, везде прохладно тут вообще. Вы, кстати, видели прическу? Моя любимая кофточка. Что-то, что же? Не вспотело. Шорчики. Мои шлёпки любимые тоже. В общем, всё, как я люблю. Я хочу сейчас выпить холодного кофе. Нет аналогов в Старбаксе. В Старбаксе идём брать этот холодный кофе. Карапучино у них. С шоколадом, блин. За 300 рублей. 275. Опа! Я пытаюсь найти аналоги, поэтому рядом тут есть кафе. Называется Кафе А. И у них за 160 рублей тоже делают фрапучино айс. Но у них только с карамелью. Я думаю, стоит попробовать, да? А вдруг оно будет очень вкусное? Тогда я буду здесь всё время покупать. Ну, блин, ну а чё? Ну, чё делать? Что это такое? Что это за пятна? Вы видите пятно? Или нет? Нет, слава тебе, господи. Принесли. Вот лёд, там кофе. Крышечку дали с собой. Ну, я пробую. Это, конечно же, не то. Это не фрапучино из Старбакс. Они просто фирменно готовят его. Реально. Ну, это стоит 160, то 275. Оно стоит того. Знаете, чтобы больше ценить то, что там готовят, нужно попробовать много сначала всяких кофе разных, чтобы понять, что да, оно реально стоит 275 рублей. Мне кажется, я это даже пить не буду. Но мне не нравится вкус. Я хочу фрапучино в Токио и в Старбакс. Я сказала, что мне не нравится кофе. Я не буду его пить. Вон, оставляю его целым. Но, мало ли, человек спросил, что вам не понравилось. Я сказала, ничего не чувствую. Одно кофе и холодно. И, в общем, оно невкусное. Никаких приятных вкусов нет. Но, тем не менее, он берёт с меня деньги. Это вот кафе А. Вот. Можете здесь фрапучино айс не брать вообще. Оно невкусное. Здрасте. Можно фрапучино шоколад? Шоколад. А? А что это вот? Фотоаппарат? Камера. Фотоаппарат. Сюда снимать? Да, себя не волнуйтесь. Вас не снимают. Что, готовим? Фрапучино шоколад. Флопер. Маленький. С кофе без. Как это с кофе без? С кофе. Он же с кофе модел, или его где? Ну, где шоколад на сливочке без папе? С кофе. Как его зовут? Вселена. Виктор? Вселена. Вселена. Ну, через и, но неважно. А скажите, пожалуйста, у вас бывало такое, что вы, допустим, приходили гости к вам, и им не нравится, ну вот, приготовили, а он ест и не нравится, и отдаёт, говорит, мне не нравится. Вы вот в таком случае берёте с человека деньги, или нет, если он отдаёт вам ваш продукт? Поняла. Отдаёте в этом случае деньги, если ему не нравится ваш продукт? Ну, как бы, это все, да, вот, понимаете, да? Да. Ну, сначала, предваритель, надо, как бы, сразу не завалить, что, с удержанием, какое-то. Да. Собра с морозиной, там, хорожная кусочная песка, ну, конечно. Ну, понятно, но бывает, вот, не нравится вкус. Нет, бывает, что с нами так и так и так, и что, переделать. Ну, конечно, а деньги не отдаёте обратно. Ну, это не причина, что вам не нравится. Вы же, когда берёте, спрашиваете вас, чего вы отдаёте. Ну, понятно. Каждый будет нам говорить, что ему не нравится? Ну, вот, смотрите, я просто сравниваю, вот я сейчас пошла в соседний кофе, я ластропучино беру всё время, я знаю, вкус его, да, пошла в соседние магазины, говорю, вот, с чем вас готовят. Ну, назвали все те же самые ингредиенты с карамелью только. Ну, я с карамелью тоже пробовала. Вообще ужасный вкус. Да. Ну, я заплатила, как бы, я молчу, но просто мне интересно, вот. Понимаете, что, да, вот, где, там, уровни продукции, как бы, вот, где проэтапы возьмут или разные, как бы, если нет. Ну, допустим, сиропцы, сурорек, они не нравятся, но тоже так. Я понимаю. Ну, это нормально, да, что я отдала деньги молча, как бы, а люди взяли. Ну, у нас не понимаете, как бы. Да. Вот. Вот мне интересно, у вас, если бы я взяла, я сказала, мне не нравится, не вкусно. Если бы у нас взяли, что объявила капучино и сказали, что мне не нравится, верните, что мне не нравится. Может, на дороге. Ну, да, можно и взял. Ладно. Вот эти мне не нравятся. Ой, я еще не заплатила. Карты валим, что ли? Давайте карты. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Нашлось длинное. Короче, пока я ничего лучше не нашла, чем Starbucks. Я просто еще, знаете, за что имею в виду? Я так бы не требовала деньги, да, и ничего не говорила вообще насчет денег там нравится, но мне, ну, в плане... Красота! Вот. Но мне просто кажется, что если гость... Вот я представляю, что я хозяин кафе. И, например, гость. Я подхожу и говорю, мне не нравится ваш продукт. Ну, как бы все, да? Я его не буду пить, и я его оставляю. И видно, что он мне реально не понравился, потому что я его не беру с собой. Одно дело, когда не нравится, человек там все съел или забирает с собой, возмущается. А другое дело, я сделала глоток, мне не понравилось. Я сказала. И если бы я была хозяином, я бы не взяла деньги. Потому что я вижу реально, что невкусный продукт ему не понравился. Пусть платят те, кто это ест действительно и кому нравится. И хорошо было бы оставить хорошее впечатление у гостя. Ну, либо спросили, что переделать там, да? Ну, хотя есть вот умеют делать, а есть не умеют. Ты как ни переделывай, может быть, и невкусно получится. Я не знаю, что им нужно было бы там переделать. Все. Им нужно было бы пойти в Starbucks и спросить, как они это делают. Вот. Ну, короче, я бы деньги не взяла, но они взяли. И пусть на 160 рублей больше минус один клиент, потому что я к ним вообще никогда не пойду и ничего не буду брать. Так прикольно, сейчас стою на кассе. И у меня, ну, в общем, все для ребенка я дома купила. И капучино жиросжигающий. И рядом подходит девушка, такая прям пушечка конкретная. Не то, что там чуть-чуть лишнего, а сразу так в 3-4, может, меня шире. И у нее просто в руках она вот так вот на кассу кладет эти батончики всякие сладкие какие-то там. Это так смешно, типа, вот, смотрите. И мне прям хотелось так заснять, но понятное дело, что не стало. Такая, типа, оп, и на капучино. И ее сладюшки, и на нее, оп, а там три вкладки. В общем, мне очень нравится реклама. Мы то, что мы едим. Ну, как правило, оно так. Да? Никто не виноват в том, что кто-то следит за своей фигурой, а кто-то нет и ест все подряд. Скоро грядут праздники. Мой день рождения, день рождения сына. Я же выбираю себе подарок. В общем, мы тут присматриваем. Золотишко, сережки, браслетики. В общем, буду мерить вот такую красоту. Эй, красота, обкажись. Ну, вы поняли, да? В общем, выбираю что-нибудь, чтобы не кололо, не давило, чтобы можно было спать у них. В общем, наслаждаюсь. Вот, симпатичные сережечки. Сверкают на моих ушках. Ой, я присмотрела себе такие интересные сережечки. Я как это, с бутылками алкаш иду. Сережечки присмотрела. Это. Короче, присмотрела сережечки. У меня же теперь два праздника. Рождение сына и мой день рождения. Ой, разорю своего любимого. Присмотрела прикольные сережки. Это, кстати, ювелирный номер один. У них так интересно все. Там, ну, всякая система скидок. Очень гибкая, очень интересная. Так что, если я куплю эти сережки, я получу карту. А потом уже к дню рождения сына будут еще скидки. В общем, все. Мне написали артикул. Я жду с праздника. Хочу эти сережки. Они прикольные. Но если я ничего не увижу, конечно, другого. Может, я еще что-нибудь захочу. Еще сильнее, чем эти сережки. Я такая. Я пока присматриваюсь. Я пока присматриваюсь. Зашла в Ичиндэ. Видите, кофточка сзади какая красивая. А тут распродажа. Ну, я всегда мимо, когда прохожу распродаж каких-нибудь. Я заглядываю. Видите, как там сзади сейчас лифчик у меня под другое. Под другие одежды. Мне кажется, мне этот цвет очень идет. И эта кофточка стоит 350 рублей. Она такая легенькая. Ну, это не несчастный сезон, да? Но вот как только похолодает, мне кажется, очень даже. Да? Мой цвет. Сейчас еще одну. Вот вторая, смотрите. Сзади спинка закрытая. Как видите, да? Там вот. Видите? Ну, рукава здесь такие вот немножко расклешенные. Ну, что-то в ней есть. И бока здесь вот так вот надрезики. Чуть-чуть длиннее сзади. Сзади чуть-чуть длиннее. Ну, тоже кажется, это мой цвет, да? Красиво. Я думаю, возьму. И это все эксцесс размер. И тот, и тот, по-моему. Ну, как случайно зайдешь на распродажу и найдешь такие классные вещички. Класс! В общем, прощаемся с Мегой. Я не знаю, сколько сейчас времени. Я зашла в Мазаке, купила малому бамперсы плавательные и панам. И себе зашла в H&M, да, это вы видели. Купила две кофточки. Ну, в принципе, и все. Ну, и в Ашане по мелочи, да? Как-то и свет меняется. Опа, софиты. Видали? Это рекламные щиты светятся. Тут красивый свет. Шикарный. Так бы везде истегдал. Все скрыло. А сейчас вот опять другой свет. Чего-то под глазами начало появляться. Видите, как важен свет, девочки? Кто? Блогеры. Будущее. Все. Мама сказала, не поздно. Я не знаю, сколько времени ходила еще в Солярис ходить. Я все. Посмотрю, сколько времени я решу. Пойду я в Солярис или нет. А так хочу. У меня в ТЦ так замерзли ноги, что я вышла на парковку и просто прям кайф. Греет ножки. Так что сейчас не буду кондер включать и буду греть ножки свои. Что-то хотела сказать. Время 6 часов. Не знаю, успею ли я или не успею. В Солярий. Хоть в какой-нибудь Солярий. Может поблизости зайти. Сейчас подумаю. Что-то хотела сказать. Забыла, как всегда. Ладно, потом скажу. Решила сходить в новый Солярий. Sun Life называется. Но что-то я сейчас заехала и на самом деле вспомнила, что я там была. И по-моему, там было жарковато. Ну ладно, уже у меня времени нет. А в Солярий сходить надо. Поэтому, может, что изменилось. Посмотрим. Название выглядит красиво. И девушка такая. Но посмотрим, что же там внутри. Ну, в общем, вот такой здесь Солярий. Называется он... Нет. Body Share Sun Life. Вот. Сказали, что это здесь лампа, как утреннее солнце, а второй вертикальный, как дневное солнце. То есть это чуть послабее. И то она мне сказала взять вообще 3 минуты, когда в Мегасан 7 загора. Она говорит, у нас на 4 сгорают. Ну, попробую. Надеюсь, мне будет не жарко и не дурно, потому что у меня быстрое давление куда-то падает. И не кайф совсем. Поделюсь впечатлением потом. Ну что, загорела я? Покраснела точно. Так вот, свет хорошо падает. Вот задом идти не кайф. Скажу. Впечатление. Есть чем вытереть косметику. Шапочку дают, тапочки дают, влажные салфетки. Все это есть. Единственный момент, что, знаете, то, что на грудь лепят, нет. Вот в том солярии, в который я хожу, там всегда это есть. И самый прикол, что я забыла сказать об этом, но уже разделась. И куда ты денешься, когда разденешься, пойдешь без этих штук. Вот. Я пошла без них. И у меня, кстати, с собой они еще должны были быть в сумке. Но почему-то их в сумке не оказалось. У меня парочка есть. На тот случай, если вдруг я забуду их купить. И я даже не знаю, есть они или нет. Не стала спрашивать. Потом. Момент жары, наслаждения. Здесь, я думаю, достаточно мощный. Солярий действительно, он может быстро загорать. Но я привыкла наслаждаться процессом всего. То есть, что бы это ни было. И в такой жилье, конечно, очень сильно нагретые лампы. И вот прям вот-вот бы выстоять эти 4 минуты. И еще момент. Я взяла 4 минуты, вместо 3-х, которых она мне посоветовала. И момент в том, что я не видела время. Я думала выйти раньше. Я очень часто так беру. Я беру больше на 1-2 минутки. И если вдруг я чувствую покалывание уже, я тогда выхожу раньше. Но там я никак не увидела время, потому что, видимо, очень лампы сильно били, софиты, что я даже прикрываю. Я там не увидела на экране, сколько у меня прошло времени. В общем, я выставила все 4 минуты. Естественно, весь результат полный мы увидим только ближе к вечеру. Потому что еще какое-то время там происходят процессы. А использовала крем я, который покупала в Асшане с грейпфрутом. Он очень классно пахнет, но его мне не хватило. Но его мне не хватило. И он был белого цвета, что, возможно, не остается. Без автозагара, да, там не останется у меня на руках. В общем, посмотрим все эффекты. Там видно будет. Сейчас еду за малым. Еще же на массаж хотела сходить сегодня. Мало мне этого времени. Мало. Мы уже пришли домой и скупались. Что еще? Сыне дала печенье с молочком. Сейчас я ему еще смесь сделаю. Сама себе грею свою рогу, любимая. Что? Мы уже купаемся нормально. Я ему в Асшане купила кораблик, прикольный. Он так заувлекся. Вообще, наипростейшая игрушка. Но очень ему понравилась. Вот. Сейчас параллельно Ленке позвоню и мы будем уже укладываться. Сейчас полдесятого, но в десять, думаю, он уже будет вообще засыпать. Да, сейчас, пойди, молочко, все. А потом побольше я постараюсь снять ресницы и вернусь к вам. Ну что, реснички я решила пока не снимать. Они еще так нормально держатся. Прямо как надоест, сразу их сниму. И хотела сказать про солярий. Я покраснела реально. И грудь покраснела, живот. Так что кому, кто может выдерживать, да, и результат очень быстро. За четыре минуты глядя обгорела. А там я хожу в тот солярий. Я хожу семь. И, ну, ничего нету. Может, подзагорела чуть-чуть, но не обгораю. Вот. Так что эффективный, но вот по комфортности не мое. Попробую взять в тот больше. Хотя, получается, в этом 20 рублей минута, а в том 40 рублей минута. В общем, надо думать, что выбрать. Эффект или комфорт. Ну, я сейчас выпью чай, съем сладюшку. Блин, позаниматься надо. Точно. Сейчас прискочну. И ягодицы. Надо же пост выставить. До 12. 45 минут осталось. Побежал заниматься. Всем привет. День новый. Какой здесь свет, не очень. Рина давала на улице. В общем, я пришла на почту за посылками. Мы после массажа. Я жду офигенские посылки. Сейчас я их получу. И на улице мы с вами распакуем их. Ура! Посылочки! Я, конечно, знаю, что там внутри, но не видела вживую, поэтому хочу скорее распаковать и показать вам. Так что сейчас я распакую и вернусь. Будем разбираться. Значит, мне пришли вот такие посылочки. Римели Лондон, Volume Shake. Такая вот тушь. Ее нужно трясти. Я пока ее трясу, ничего такого не чувствую там. Но сейчас мы откроем, посмотрим. Может, что-то нужно здесь. И две вот такие помады Буржуа. Сейчас мы попробуем их. Как раз у меня губы не накрашены. Сейчас что-нибудь накрашу. Такая коралловая цвет и розовая. Ну, мои цвета. И в другой посылочке мне пришло такое нашумевшее масло для загара. Как раз-таки сейчас сезон загорать с офигенским запахом цветка Тиаре. Такое розовенькое оно. Очень вкусно пахнет. В общем, в Инстаграме я сделаю пост, когда я его попробую, и расскажу свои ощущения и как вообще. Ну, там загар такой от него супер-мега-пупер. Так что в Инстаграме все будет. Что, тушь? Тебе понравились помады? И вот такая кисточка, смотрите, здесь горлышко достаточно широкое и там такие какие-то воланы, которые убирают лишнее с кисточки. В общем, достаточно удобная. Пахнет свежо. В общем, вот такая вот новая тушь делает объем. И вот так вот она дергается, прежде чем ее накрасить. Прикольно. Цвет черный у меня, 0,01 black. А теперь давай тушь, ой, помаду. Сына у меня уже все помады забрал. Значит, коралловая это номер 0,4. Ой, красота какая. Сейчас я на ручку нанесу одну и вторую покажу вам. А потом на губы какую-нибудь выберу. В общем, вот такие два цвета. один коралловый, один такой розовый, яркий. Я даже не знаю. Сейчас я такая не накрашенная. Это надо скорее поднакрашенное что-то. Ну, я что-нибудь накрашу. Розовую, наверное, и скажу ощущение. Красивые цвета очень. В общем, у меня с собой оказалась косметика. Я немножко подкрасила под глазками, сделала тени. Такие они у меня, правда, светлые, бежевые. Ну, чтобы хоть немножечко гармонировала помада. Ты тоже хочешь кадр? Я использовала цвет 01. Вот уже подсыхает у меня на губах. Я думаю, она будет достаточно стойкая. Вот. Так что такая вот красота. Слезу, зубки такие белые. А тушь я использую и попробую тогда, когда сниму реснички свои на днях. Так. Всё, пошли походим, сына. Я вообще тут снимаю влог. Это неотвлекаемо. Мы пришли домой. Дэнни, только не рань меня. Мы пришли домой, ещё съездить на рынок успела. Хотела посмотреть ему шортики какие-нибудь и что ещё? А, и такую кепку бандану. Короче, бандана с козырьком, но не нашла. Нашла только в одном месте у нас здесь, но там стоит 530 рублей. Можно, мне кажется, две как минимум купить такие банданы. Но что-то я пока такие ещё не нашла. Ну и рынок был уже закрыт, я не знаю, что туда попёрлась. Такая жара, в общем-то, и... Мама, поцелуй. Целуй, мать! Мать, целуй, сказала! Дэнни, ты должен, мать, почитать, целовать! Такой сладкий. Ну такой ты сладкий, не можу я! В общем, сегодня, да, мы в бассейн, кстати, не пошли. Почему? Потому что мама наша простыла. Да? Пожелаем ей скорейшего выздоровления, потому что лето, всё-таки. Кайф же на басик ходить. На басик? Кайф на басик ходить. Чего ты там? Заглянуть хочешь? Нельзя. Вот. И я не знаю. Я сходила, кстати, в детский бассейн, я сказала вам или нет, там нужно сдать анализы, зайти, ну вот будет возможность, пойду сдам. Ну мне, взрослому, потому что там с малышом нужно будет купаться. А в общий, кстати, сейчас я позвоню в один бассейн, спрошу, что у них да как, потому что мы не будем ходить по выходным, когда много народу, мы будем ходить по будням и во второй половине, когда уже солнце не так сильно печёт. Сейчас я узнаю, что там да как. Есть один бассейн у меня на примете, любимый. Дэнни, он пытается заглянуть сюда. Что-то, что-то вечно грызёт и ещё пытается заглянуть. Всё хочет успеть. Ладно. Доброе утро, крошки. Попыталась вчера я снять, кстати, реснички. Намазала их специальным маслом, ну, которое для роста ресниц. Не стала брать Джонсонс Бэйби или что-то другое. В итоге всю ночь даже проспала, ну, не снимаются реснички. Но почитала я в интернете, что там, в общем, зависит от того, на что клеили. Если там какой-то один состав, то его можно снять маслом. А если там какой-то другой состав клея, то его нужно только специальными средствами снимать. Вот, наверное, у меня средство, которое просто так маслицам не снимается. Придётся мне идти к мастеру. Они мне уже так изрядно поднадоели, но они ещё нормально смотрятся вроде бы, ну, поднадоели уже. Чё у нас сегодня, я не знаю. Я так вас возьму с собой сегодняненько и уже вечерком закончим влог. Думаю так. Так что оставайтесь. День сегодня непредсказуем. Вот так бы я сказала. В общем, расскажу я, что мы уже наделали. Я, кстати, одела платье, всё время у меня задирается вот это вот наверх, но в принципе ничего страшного. Когда надо, я опускаю. Под низ я, естественно, если вы помните это платье, я ссылку оставлю на него под видео, но у меня был обзор, где я была в этом платье, она очень красивая, очень такой мега-мега. Потому что у него большие неприятности. Вот. Видели тип? Это, короче, он сам с собой разговаривал. Он поворачивается, как будто с ним кто-то рядом идёт. Я всё думала, сейчас увижу, кто-то вот так вот обходит с другой стороны машину, нифига, он идёт один, поворачивается и разговаривает сам с собой. Так, значит, в платье... А, вот, она достаточно коротенькая, поэтому у меня под низом беленькие шортики. Вот. Мы сходили на массаж. Сейчас я что-то проголодалась, мне кажется, сына тоже. Сейчас что-нибудь надо вкусненькое взять, я даже не знаю, что. Мне очень нравится, блин, цезы. Но вчера, кстати, я взяла, хотела взять там водичку, дала 100 рублей, по-моему, водичка стоит 62 рубля, и я что-то смотрю, она долго сдачу меня отсчитывает, а у неё уже полная рука, жмей, мне кажется, она по 10 копеек там отсчитывала мне, представляете? Я говорю, вы что, мне решили всю мелочь отдать? Ну, реально, жмей не полная. Я, она говорит, ну да, у меня нету типа других. Я говорю, ну тогда не надо, давайте я тогда в другом месте куплю. А куда мне жмей, жмей не мелочь по 10 копеек, зачем мне нужны? Вообще. Она такая, я вам уже пробила. Я говорю, ну и что? И вот, и такая, она немножко на меня злая, такая, она прямо отдала эти деньги, сначала спорила со мной, но отмену сделать вообще, по-моему, не проблема. Ну, а зачем мне жмей мелочи? Да, там нужно было дать 30 с копейками, и зачем мне мелочи? По 10 копеек она реально набирала, там я видела. Или по 50, может быть, все, все 32 рубля, по 50. Вот, я купила в другом месте, даже еще в два раза дешевле водички, ну не знаю, может она мне плюнет в этот блин, если она там работает. поэтому сегодня я блином обойдусь, если она там работает, я блином сегодня обойдусь, что-нибудь другое выберу. Что еще? А, я же хотела заехать, сына, поехали на рынок, вот, на классику хотела заехать, взять, посмотреть там и маечки, и шортики ему какие-то, точно. Мы сейчас заедем туда, и там что-нибудь возьмем вкусное. Одна девочка несколько раз садилась на диету, и каждый раз мимо. Это вообще просто в точку, потому что я сейчас в Макдональдсе, решила поесть Макдональдс. Представляете, малому забыла бутылку с водой, я не знаю, сейчас, наверное, мы впервые водичку, ээээ, я и водичку с водой забыла, и бутылку забыла, чтобы тебе кашу там развести, если что. Ну, во всяком случае, запить на... Что, какие-то крики, блин, сегодня, какой-то день, сами с собой люди разговаривают, какие-то крики, резкие звуки, задолбали. В общем, хочу сейчас что-нибудь вкусненькое взять, Макдональдс, потому что рулит, и вот, кстати, я занимаюсь сейчас, да, вот у меня марафон проходит в Инстаграме, все очень удачно, я вижу результат с животиком, и самое интересное, я веду эксперимент, я сейчас ем, и ни в чем себе не отказываю, но это не со всеми, вот мне интересно, будет работать или нет, я думаю, будет, потому что я вижу результат, и я ем даже ночью, как бы, да, так вот, не то чтобы на ночь прям нажираюсь, но я могу какую-нибудь плюшку маленькую съесть ночью, вот, и я к тому, что это, наверное, можно экспериментировать тем, кто, в принципе, своего веса достиг, да, там, плюс-минус 2 килограмма, это не столь важно, плюс, человек не должен быть склонен к полноте, вот, ну, и, соответственно, просто я ем, 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 меня не устраивает, что у меня перестает видно быть пресс, ну, соответственно, его надо подкачать, но я ем все, что хочу, то есть, вот я захотелась с Макдональдс, я буду есть Макдональдс, и запью чем-нибудь вредненьким, и сладенькое обязательно сегодня съем, так что, так что так, но при этом я занимаюсь, и качаю свои рельефы, и я хочу хороший животик красивый, в общем, посмотрим, что будет в конце двух недель, здравствуйте, а, здрасте, сегодня на Макдональдс работают только наличная плата, хорошо, так, я хочу, а что это гриль у вас, я смотрю, совсем там поджаристая булочка, да, еще раз, не булочка, а поджаристый этот, сам стейк, в гурме, более поджаристый стейк, или нет, да, так, мне, берида будет не острый, вестернг идет острый, а, нет, мне нужно тогда обычно, давайте, вот там, где курица, чикен делюкс, там что у нас идет, помидор, помидор, кислошечный соус, чикен делюкс, потом, маленькую детскую колу, картофель фри, и сырный соус, и кисло-сладкий соус, вот это чикен делюкс, маленькая фри, сырный кисло-сладкий соус, да, и кола, детская, маленькая кола, хорошо, 298 рублей, проезжайте на одно плата, спасибо, в общем, вот так это выглядит, картошка фри детская, мой делюкс, вот здесь я кладу соусы, потому что, сына их может, с любого места достать, кола там, сынные ручки за грибучки, все достает, ладно, все, я кушаю, и потом мы едем за маечками, рядом, все, испортили мне аппетит, представляете, не положили в мой чикен делюкс, помидор, я его беру, исключительно, из помидора, вообще, и пришлось оставить малого в машине, хоть, слава богу, напротив окно это находится, я здесь встала, как по чуйке, подошла, ну просто, вообще, это вообще, честно говоря, вот, оставлять ребенка, идти, да и вообще, идти, когда ты уже разложил, тут все злая я, испортили настроение, ну ненадолго, сейчас я поем, и станет лучше, ну вообще, это не дело, вообще, руки бы им поотрывало бы, вот, что-то раскричался, я поела, и еще хотела сказать момент, что помимо того, что, все, что я сказала, для каких-то людей, да, можно использовать, я еще и ем немного, на самом деле, и не часто, хотя, говорят, что нужно по чуть-чуть, и часто, но у меня просто, не выходит есть, часто, господи, салфетка, салфетка прокатилась, по моей ноге, я подумала, что, мало ли, какая там бабулька, залетела ко мне, или насекомая, я так боюсь их, в общем, я съела половину, ровно половину, от того, что было, половина картошки, ну, чуть больше половины, этого гамбургера, пока помидор был, помидор закончился, что кричишь, дай козель уберу, вот, ну, все, поехали за футболом, в общем, немного есть, еще надо, вот, ну, все, мы приехали домой, сына уже играет с новой книжкой, буду снимать для вас видео покупки, там будет и фикс прайс, немного, и обычные покупки, и они будут перед этим влогом, чтобы не было два влога подряд, вот, сейчас пойду снимать, и все, нам нужно кушать, и вообще, знаете, бывает, вот так вот, мне хочется много чего сказать, и я много чего не сказала, но сейчас я включаю камеру, и, конечно же, я забыла, в идеале должна быть такая камера, которая все время летает вокруг меня, знаете, умная камера, и каждый раз, когда я хочу что-то сказать, я ничего не нажимаю, не беру в руки, я просто говорю, запись, и камера начала работать, записывать, потом я пишу, конец, например, говорю, конец, и камера, и камера выключается, ладно, мои, мои солнышки ясные, мои крошки, мои, я не знаю, как вас назвать, у них хочется вас всех собрать, вот так вот, и обнять, я с вами прощаюсь, мы с вами увидимся в следующем видео, пока, пока, и да, мои крошки, у меня же новая песня, уже записана, поэтому ссылочка моей песни под видео, песня называется «На расстоянии», слушайте, мне интересно ваше мнение, также в инстаграме я сделаю кусочек, сейчас как раз таки готовлю фото, такое фото к песне, обложка к альбому, обложка к песне, в общем, в инстаграме тоже выложу кусочек, но уже можно скачать под видео мои песни, проходите по ссылочке, слушайте и качайте, надеюсь, вам понравится, мне она очень нравится, кстати, должна сказать, что эта песня, она была написана давно, она была написана теми чувствами, которые были у меня, когда мы только познакомились, я тоже, да, человек такой, не сразу думала, что на расстоянии смогу отношения, я не верила никогда в отношения на расстоянии, но человек, который со мной рядом, показал мне, что это возможно, и я, в принципе, знаю, почему и как, что должен делать мужчина, чтобы его женщина была спокойна, он, в принципе, даёт всё, что нужно мне, а я думаю, всё, что нужно мне, это нужно любой женщине, вот, и когда я ему дала эту песню послушать, он, он сказал, это что такое, я не понял, я ему не сказала, что эта песня была написана текстом, но он говорит, я не понял, что за вопросы, куда, что, я говорю, это у нас ещё ребёнка не было, это ещё, мы только познакомились, но он помнит этот период, когда я такая была вся в смятениях, и в подвешенном состоянии, когда, в общем-то, он делал шаги навстречу мне, для этого нужно было время, в общем, вот что я чувствовала, тогда, ну всё, теперь проходите вниз, закачайте песню, слушайте, Белые ночи, бело всё днём, без тебя не очень, но мы живём, каждый день, но...